Всем привет! На моем канале появляется новый плейлист, посвященный Международной выставке оружия и военно-технического имущества Кадекс-2014. Плейлист этот ограничен, я в него просто выложу несколько сюжетов, которые заснял на выставке. Выставка проходила с 22 по 25 мая в городе Астана на авиационной базе вооруженных сил Республики Казахстан. Выставка эта вполне серьезная. Казахстан активно обновляет свои вооруженные силы, закупается оружие и военная техника на очень приличные суммы. И, соответственно, многие серьезные компании борются за контракты, и поэтому выставка имеет достаточно серьезное представительство. Участвовали 208 компаний из 28 стран, в том числе и 92 казахстанских компаний. Я уже второй раз на Кадексе, могу сравнить. Выставка становится все более солидной. Это вполне серьезная выставка с серьезной организацией, и на ней было достаточно много интересных образцов. Но наиболее интересные я как раз выложу на своем канале. На мой взгляд, в репортажах новостей и в тех сюжетах, которые выложены в интернет, многие интересные образцы незаслуженно обойдены вниманием. Сразу хотел бы извиниться за качество съемки. Дело в том, что снимать такие репортажи, это весьма трудно, как оказалось. Я это, в общем-то, предполагал, но все оказалось еще труднее, чем я думал. Не зря журналисты ходят парой. Один разговаривает, а оператор снимает. Общаться с представителями компании и одновременно снимать оказалось очень-очень трудно. Потому что, когда разговариваю с человеком, приходится на него смотреть и в то же время держать в руке компактную камеру, как-то удерживать фокус, это очень тяжело. Плюс к этому, там очень многолюдно и постоянно толкают люди, постоянно кто-то влезает между мной и собеседником. То ребенок влезет в кадр, то просто кто-то толкает в спину. В общем, качество съемки оставляет желать много лучшего. Ну, прошу не стрелять. Я пианист начинающий. Снимал как мог. Кроме того, многие представители компании просто отказались общаться на камеру. В лучшем случае они согласились на то, что я буду снимать какую-то нейтральную картинку. Опущу камеру куда-то вниз, может быть, на стенд. А они рядом будут разговаривать. Поэтому будут такие сюжеты, в которых я показываю чуть ли не пол под ногами, а рядом кто-то разговаривает. Но речь представителей компании во многих случаях несет полезную информацию. Поэтому я такие ролики все-таки выложу, несмотря на отсутствие живописной картинки. На этом все. Начинаю потихоньку комбинировать и выкладывать ролики. Продолжение следует... Продолжение следует...